В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Показать все, что скрыто. К борьбе с вечно живым и вечно актуальным для России злом казнокрастом Самарская мэрия на неделе призвала людей независимых членов городской общественной палаты. В администрации дали четко понять, им нечего скрывать. Идея позвать на помощь общественность принадлежит мэру. Дмитрий Азаров продемонстрировал, что лично заинтересован в избавлении от нечистоплотных подчиненных. И подчеркнул, он понимает, без имиджевых потерь этот болезненный процесс идти не может. Но это не значит, что по этой причине его надо останавливать. И совершенно понятно, что проводить хирургические операции без вскрытия невозможно. Мы боремся, выявляем, делаем достоянием общественности. Но мы получаем и море негатива. Но понятно, что одно без другого не бывает. Мне, например, понятно. Коллеги говорят, слушай, а может нам свернуть работу, поскольку столько негатива. Статьи очерняющие, да, там общественные мнения негативные. Вот смотри, другие муниципалитеты тихо сидят и все нормально. Тише до глаз, до божьей благодати, да? Нет, я считаю, что принципиально наша позиция здесь должна стать другого. Выстраивать прозрачную работу и борьбу эту все-таки завершать. Для нашего города она имеет особое значение. Когда у нас люди, не любящие власть в принципе, а русский человек ее не любит в принципе, говорят, вот у нас страшная там страна, у нас страшный регион, у нас страшный город, потому что у нас вот то и этого задержали, то и этому предъявили. Ну смотрите, какая повальная коррупция. Это люди недалекие так могут говорить, потому что на самом деле вот эти вещи и такой информационный фон говорит о том, что с этой самой коррупцией ведется борьба. Что что-то делается, да? Потому что иначе эти не возникают вот такие вот вещи. Они три года назад и не возникали. Прямо скажем, дураков в Самаре нет. Давайте так говорить, да? Если кто-то желает ввести в заблуждение людей, давая ложную информацию, то люди сами разберутся и поймут, что правда, что ложь, зерна от плевел сумеют отделить. И здесь вот эта открытия, она будет как раз работать на такое понимание каждым самарцам происходящих процессов. Подробный доклад, давший пищу для размышлений и проливающий свет на все громкие скандалы последнего времени, прозвучал во вторник на расширенном заседании городской общественной палаты. Его представил глава департамента по вопросам общественной безопасности и контроля. А именно этому ведомству доверено проведение генеральной уборки в чиновничьих рядах. Юрист Шафиев, например, доказывал собравшимся в мэрии, умеют делать оргвыводы. Безусловно, выявленные нарушения в деятельности департамента имущества стали для нас серьезной перевивкой и наглядным подтверждением того, к чему может привестись недобросовестность отдельных сотрудников. Речь о нехорошей истории с распределением муниципальных квартир, в который оказался замешан теперь уже бывший сокопоставленный чиновник Вадим Кужилин. Сейчас он фигурант уголовного дела, обвиняется в мошенничестве. Сумму ущерба еще предстоит установить, как и количество квартир, которые должны были после смерти владельцев, отойти в собственность города, но были проданы третьим лицам. При этом силовики, напомню подробности, начали раскручивать схему именно с подачи мэрии. Начальник Кужилина Сергей Черепанов, чьи подозрения подтвердила проверка, написал заявление, куда следует, и после этого следствию дали ход. Кстати, после этого малоприятного случая в департаменте перепроверяют все сделки, связанные с предоставлением жилья. Вообще, за последние два года структура городадминистрации и подведомственных учреждений прошло 569 внутренних ревизий. Кого-то в итоге привлекли к дисциплинарной ответственности, с кем-то пришлось распрощаться. Кстати, нашумевшее дело Кужилина было не единственным материалом, переданным силовикам самой мэрии. Внутреннее расследование скрыло, к примеру, что МП «Самарский метрополитен» занималась сомнительной благотворительностью. Сдавала имущество в аренду, причем по настолько щадящим ценам, что нанесло бюджету ущерб в 5 миллионов рублей. Теперь это тоже предмет изучения правоохранительных органов. Кадровая чистка понадобилась для того, чтобы сделать прозрачным прескурант на услуги предприятия «Ритуал». За год там сменилось три руководителя. И это, по словам Шофеева, тоже дало свои плоды. Хотелось отметить, что в настоящее время количество жалоб этих значительно снизилось. И все же мы призываем население города активнее сообщать о фактах коррупции в сфере ритуальных услуг для проведения соответствующих проверок и наказаний виновных. В своей почти получасовой речи, что называется, наболело, господин Шофеев расставил акценты и в ряде других скандалов, ставших достоянием СМИ. С его точки зрения картина пока далека от объективности, а порой речь идет и вовсе о подтасовке фактов. Все примеры перечислять не буду, становлюсь, на мой взгляд, на самых ярких. И так, для начала, мутная история вполне в гоголевском стиле. На мертвых душах пыталась заработать общественная организация с анекдотичным в данном контексте названием «Сила жизни». Как теперь выяснили следователи, эта контора предоставила в Центр занятости Самары фиктивные документы о создании рабочих мест для инвалидов. Под благовидным предлогом трудоустройства больных людей организация получила полтора миллиона рублей. При этом в СМИ отчего-то подчеркивали, что деньги якобы поступили из городского бюджета. Только вот был упущен существенный нюанс. Упомянутый Центр занятости является подведомственным учреждением областного Минтруда и к администрации Самары никакого отношения не имеет. И ни один из департаментов мэрии, заверяет юрист Шафиев, субсидий о скандалившемся обществу силой жизни не выделял. Так что получается, что шумиху с уводом денег из Самарской казны раздули на пустом месте. Пшиком вполне может закончиться и случай с завышением цен на продукты питания для больниц. С точки зрения мэрии в публичное поле попала не совсем верная трактовка случившегося. В конце 2012 года департамент здравоохранения действительно провел торги. Сумма контрактов превысила 100 миллионов рублей. Проверка, проведенная территориальным фондом ОМС, выявила завышение цен. Но при этом, подчеркивает администрация, стоимость абсолютного большинства продуктов была не выше той, что значится в мониторинге департамента потреб рынка. И в итоге расходы на суточное питание одного больного, обратите внимание, составили 108 рублей, при нормативе – 120. При этом, конечно, надо еще разобраться, как так получилось, что при изначальной заявке на участие в торгах нескольких участников до самой процедуры дошли немногие. На момент проведения аукционов по некоторым позициям на них вышло всего по одному участнику. И мы в связи с этим предполагаем, что явно имел место сговор между подрядчиками. Вот очевидно, что именно этот факт и должен стать предметом рассмотрения правоохранительных органов. Категорический опроверг господин Шафиев и информацию, которую растиражировали в СМИ по поводу отлова бродячих собак. Якобы в течение последних двух лет этой проблемой никто не занимался. Глава департамента общественной безопасности заявляет, это утверждение не соответствует действительности и настаивает, что именно с 2011 года эта процедура стала максимально прозрачной и поставлена под контроль сразу нескольких структур. Так, например, оплата по факту изъятия животных проводится только при наличии удостоверяющей подписи со стороны членов ТОС. Подрядчик предоставляет департамент документы в подтверждении выполненных работ, а именно ветеринарное освидетельствование с указанием количества отловленных особей и акт осмотра каждой собаки, который заверяется сотрудниками государственного учреждения Самарской области, Самарская городская станция по борьбе с болезнями животных. Сплыли на совещании любопытные подробности еще одного уголовного дела. На этот раз речь идет о заместителе главы администрации железнодорожного района. Александра Пряткина подозревает в мошенничестве. Якобы чиновник под предлогом оказания финансовой помощи районной администрации выманил предпринимателей и присвоил себе аж 30 тысяч рублей. Ну что тут скажешь, преступление века не иначе. Причем эта леденящая душа история выглядит совсем иначе, если учесть одну пикантную деталь. А именно коммерсант, которому Пряткин обязан уголовным делом, сам обвиняется в нападении на сотрудников фирм, которые демонтируют незаконные киоски. До этого момента в адрес сотрудников администрации железнодорожного района, сотрудников департамента потребительского рынка, это те люди, которые осуществляют работу по демонтажу незаконных киосков, неоднократно поступали угрозы и намеки недвусмысленного характера о связи владельцев данных объектов с правоохранительными органами. То, что угрозы эти не пустые, явно демонстрирует события последних недель. Демонтаж киосков на улице Гагарина обернулся серией ЧП, сначала напали на сотрудников подрядной организации, а на ларьки его возила, а затем преступники избили и ограбили заместителя главы департамента потребительского рынка Станислава Максимова. Обо всех этих фактах я подробно рассказывала в прошлых передачах, причем в мэрии не сомневаются. Криминальное ЧП, которое вполне могли плохо закончиться, звень ядной цепи. И по сути является отражением той войны, которая была объявлена нелегальной торговлей. Впрочем, сворачивать ее никто не собирается. Но это так, небольшое лирическое отступление. Возвращаясь же к теме скандалов, сделанных по старой доброй фабуле из мухи слона, упомяну еще об одном. На свидании общественной палаты затронули тему реконструкции улицы Луначарского, которая тоже неожиданно приобрела оттенок желтизны. Спекуляций в СМИ по поводу той суммы, которую городские власти затребовали на приведение дороги в порядок, было немало. Писали, что изначально мэрия якобы просила чуть ли не миллиард семьсот миллионов. Потом умерила аппетиты на шестьсот миллионов. Ну, в общем-то, не копейки. Все эти цифры в администрации опровергает. Говорят, что еще в мае прошлого года предполагалось, что стоимость реконструкции Луначарского составит девятьсот семнадцать миллионов рублей. После государственной экспертизы эта сумма сократилась незначительно и составила восемьсот пятьдесят четыре миллиона. Сейчас же идут переговоры с владельцами подземных коммуникаций, которых пытаются убедить за свой счет заменить инфраструктуру. Это тоже позволит сэкономить деньги. Что же касается тех, раздутых СМИ, о которых писали СМИ, то здесь, говорят эксперты, еще нужно разобраться, от чего произошла путаница и кому она была выгодна. Один полтора миллиарда сказал там, другой сказал три. А когда потом спросишь, а ты почему сказал полтора миллиарда, а мне там Иванов сказал, а Иванова кто сказал? Ну, а мне как-то ветром навеяло. Ну и все, вот так оно все получается очень часто. А эти вещи, они раздражают. Вдруг начинает говориться о том, что смета на ремонт какой-то там ул. Я улицу такую не знал, я сегодня ее увидел. А в том числе ехал и увидел, улица Луначарского. Она какая-то маленькая там что-то. Вот, значит, когда людям вдруг начинают вдувать в уши, грубо говоря, да, что вот там маленькая улочка, вот, и там полтора миллиарда. Там своровано будет половина. Вы представляете, какой это создает социальный такой базис, социальное недовольство власти. Та интерпретация происходящих событий в большинстве средств массовой информации, она часто очень, мягко говоря, является некой манипуляцией. То есть манипуляцией, имеющей некую там политическую направленность какую-то. Если это намеренные введения в заблуждение людей, то здесь нужно сказать, что город Самара не раз становился заложником какой-то междуусобной, так скажем, борьбы. От этого никто не выигрывает, но проигрывает население города прежде всего. Вот здесь общественная палата должна будет разобраться, что это, чья это ошибка и если это ошибка. На заседании общественной палаты, кстати, заспорили, как быть в таких случаях, судиться или нет. Кто-то уверен, что подавать иск на журналистов это все равно, как в известной поговорке. Стречь свинью, визга много, шерсти мало. Тут уж позвольте согласиться. В итоге сошлись на том, что лучшая защита в данном случае не нападение, а открытость. Там, где представлены все точки зрения, уже не остается места для слухов и домыслов. Ну и чтобы развеять сомнения самых недоверчивых, мэр Дмитрий Азаров предложил за каждым департаментом закрепить куратора от общественной палаты. Это был бы такой общественный контроль постоянной деятельности того или иного департамента. Я бы очень вас просил, чтобы в состав антикоррупционной комиссии был делегирован член от общественной палаты. Я бы очень вас просил, чтобы в комиссию, которая занимается распределением жилья, был делегирован на постоянной основе представитель общественной палаты. Это тот самый общественный контроль, который бы коррупционные риски, риски злоупотребления значительно снизил. Я еще раз подчеркиваю, самое важное, что ждано административное указание департаментам городского округа напрямую работать с членами общественной палаты. Если мы этим не воспользуемся, это будет большой просчет. Понятно, что когда есть распределение бюджетных средств, всегда риск того, что кто-то захочет этим воспользоваться, есть. Это касается любой системы, любого уровня. Единственное средство для того, чтобы завоевать доверие, это честность. Ведь можно обмануть кого угодно, можно обмануть СМИ, можно обмануть вышестоящее начальство, но нельзя обмануть жителей города. Очень важно знать, что происходит конкретно на месте. И вот здесь роль общественности переоценить нельзя. Представьте себе, один человек, который обладает какими-никакими полномочиями, будучи членом общественной палаты, и человек, который имеет прямую коммуникацию на общественное мнение, на СМИ в конечном счете. Да, это же не просто мимо шел. Он берет и прикрепляется к какому-то департаменту с правом запрашивать какую-то информацию, присутствовать на каких-то любых совещаниях на всем. Представляете, что это такое? Это серьезная на самом деле вещь. Она демонстрирует вот действительно просто как бы желание, а, значит, находиться и работать в той вертикали, которая есть. И это демонстрирует желание полностью вообще все это открыть. Вот там нет никаких тайн и нет ничего. Нет постараться сделать так, чтобы не было ни одного темного угла, где можно потихонечку отсчитать друг другу кэш. Самара нынче живет в условиях надвигающегося Мондиалия. И поговорка про карася, который не дремлет, если щука рядом, здесь будет совсем кстати. Так что все вышеназванные инициативы, думаю, прозвучали вовремя. Ну а у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»